приветствую всех кто присоединяется рада вас видеть всем привет спасибо за ваши ладошки за ваше приветствие привет привет рада всех видеть отлично у нас сегодня встреча будет с вами посвящена все-таки больше теме денег как я и обещала да у нас сейчас идет в моем блоге до серия постов как раз таки на тему денег спасибо за ваши сердечки очень приятно благодарю тема денег я наверное думаю нет человека которого бы она все рано или поздно приходит к тому что хочется больше и знаете как я говорю нет еще таких людей на свете которым бы не хотелось больше иметь денег независимо от того какой уровень дохода у них есть вот я встречаюсь общаюсь с разными людьми в моем круге очень много людей которые реально богатые люди выше среднестатистического дохода имеют ну там несколько миллионов в месяц и то они всегда хотят больше да то есть тут нет такого что ну вот дошла я до уровня такой-то суммы и все у меня все в порядке да не бывает такого здесь простое объяснение что когда мы начинаем получать большую сумму денег мы начинаем позволять себе больше да то есть это элементарно мы начинаем уже покупать более дорогие вещи ходить более дорогие рестораны ездить уже не туда куда хватает денег отдыхать а едем туда куда хочется да то есть соответственно здесь повышается уровень материального достатка и также повышается вместе с ним сразу же уровень жизни так что хотеть всегда больше это нормальное явление и если мы не хотим больше да то у нас получается так что мы перестаем развиваться да и нам вселенная говорит окей ну раз тебе не надо больше да не нужно думать как многие говорят вот у меня сейчас появятся деньги да здравствуйте всем кто присоединяется сейчас у меня появятся деньги все у меня в жизни наладится и все будет классно и все я закрою свои кредиты или еще что-то да то есть существует несколько уровней финансового развития до люди которые живут по принципу перехватить занять сэкономить это первый уровень финансового развития да на котором большинство людей находится на котором как я говорю наша банковская индустрия зарабатывает свои кровки как говорится миллионы да и соответственно люди хотят жить лучше мир развивается но этим людям гораздо проще взять и пойти кредит взять банки чем подумать своей головой да о том как можно изменить количество денег в кармане то есть на этом уровне очень многие живут зависают и большинство женщина я вам сразу скажу что в развитии темы денег идут в большинстве своем женщины вообще женщины более активно развиваются чем мужчины ну наверное просто мужчина у нас все знают и все умеют но не будем их сегодня обсуждать у нас тема все-таки про деньги поболтать и соответственно когда вот женщина с таким уровнем финансового сознания приходит к теме что надо развиваться в теме денег она начинает интенсивно искать какие-то волшебные таблетки да там зарядить веник я не знаю там какие там еще есть ритуалы да разные всякие магические не магические ритуалы да это все работает но это все работает знаете как вот одноразово да притянуть лишнюю тысячу найти ее или еще что-то и сказать вау супер у меня все работает я раскачала свой финансовый канал но увы это к сожалению не так до этим финансовый канал не раскачаешь есть следующий уровень финансового развития это люди у которых есть деньги непонятно откуда они у них есть они не занимают они не берут в долг они не дают в долг ну и как правило эти люди если на них посмотреть в принципе живут на по меркам того же первого уровня очень даже неплохо они ездят куда-то туда куда им хочется они одеваются в определенную уровне одежду они живут на том что есть да и здесь вот этот уровень здесь может быть разная планка да здесь может быть и миллион и десять миллионов в месяц да а есть следующий уровень это финансовое инвестирование да когда люди умеют вкладывать деньги я не мастер по инвестированию и я не буду вам объяснять как это что делается куда это делается я скажу так что на этом уровне люди большинстве своем уже зарабатывают деньги по с помощью своего ума всем привет кто присоединился спасибо за ваши сердечки за ваши ладошки рада всех видеть добрый вечер то есть соответственно на этом уровне здесь люди даже инвестируют скорее свои мозги да они могут воплощать какие-то некие бизнес идеи и соответственно получать с этого даже не реализовывая их а реализует кто-то другой и с этого они получают определенные суммы и таких источников у них очень много соответственно на этом уровне но я например не могу еще себя причислить к этому уровню я скажем так нога там нога там да я есть мне несколько вариаций когда уже мои бизнес идеи воплощаются как понять что ты перешел на этот уровень элементарно где бы ты не появлялся в новом месте ты видишь где можно заработать денег да то есть у тебя начинается как игры вот это состояние финансового расширения да когда мы едем отдыхать мы выходим из своей зоны комфорта в которой мы всегда находимся что такое зона комфорта обыденность да одни и те же определенные действия одни и те же спасибо за комментариев за комплимент одни и те же действия одни и те же одна и та же жизнь да даже если мы куда-то ходим и что-то делаем мы делаем обычно да когда мы уезжаем куда-то отдыхать как говорят почему если хочешь выйти на какой-то новый уровень открыть какое-то новое дело выезжай хотя бы там за 50 километров от своего места жительства и у тебя начнет работать по-другому мозг да мы начинаем видеть по-другому у нас снимаются какие-то некие шоры и мы начинаем видеть бизнес возможности за собой я такую вещь заметила но еще наверно лет 5-7 назад когда я приезжаю на какой-то отдых 3-5 дней я отдыхаю потом я начинаю видеть где что можно сделать каким образом можно заработать потому что этого этого нет а вот это можно ну то есть начинается идет расширение чтобы прийти к этому состоянию конечно же необходимо очень много попахать за своей головой я говорю образно тема голова да подразумеваю все таки на если сказать с точки зрения психологии и нлп это рептильный мозг так называемое подсознание я стараюсь избегать этого слова подсознание потому что для многих это уже какая-то некая мифическая мистическая часть нашего нашей головы которая ну там что-то такое супер эзотерическое ничего в этом в принципе супер эзотерического нет если вы погуглите три мозга вы увидите логическое обоснование из психологии что такое рептильный мозг этот мозг который отвечает у нас за инстинкты да тот который нам помогает получать наши желаемые и соответственно мешает нам получать желаемое мешает он только тем что он запрограммирован старыми убеждениями старыми скажем так навязаны нам социум генетикой навязанные нам поведением других людей то есть ведь мы как ребенок когда становление личности происходит программируем себя на новую жизнь она вообще всю жизнь это происходит до семи лет шесть-семь лет то есть после этого уже идет как я говорю накопление опыта на то что уже есть да почему когда начинаешь работать человека с темам любой темой даже вот если взять конкретно деньги то рано или поздно ты проваливаешься в точку вот где-то шести-семи лет когда ребенок сделал определенные выводы как и что здесь жить да есть такое еще понятие что влияет на наши финансы это конечно же карма да опять же не нужно воспринимать это как некое какое-то там мифическое действие которое нас в принципе не волнует и не касается она где-то там вот есть что-то на мой взгляд как игры любое в принципе эзотерическое направление любое эзотерическое действие можно объяснить с точки зрения психологии и квантовой физики я не буду вам объяснять с точки зрения квантовой физики и не буду рассказывать с зрения психологии умными словами мой принцип донести до людей информацию простым русским языком понятным ну пятилетнему ребенку да то есть допустим мой сын которому 9 лет он прекрасно понимает и знает что такое карма но у нас используется немножко другие слова я его такими словами не загружаю потому что как бы там ни было он общается в социуме он общается с детьми и люди тоже дети разные да то есть соответственно мой сын знает что такое карма это психологически если объяснить это есть причина есть следствие да что вы когда-то что-то сделали и получили результат как влияет карма финансов да конечно если взять вашу личную на наработанную за это время за вашу жизнь это происходит очень легко и просто где-то что-то взяли утаили финансов да даже банально в детстве там я не знаю сдачу не отдали да то есть нечестны по отношению к деньгам да где-то взяли что-то то что не ваше да мы всегда получаем результат как я говорю слова халява с тем и денег она работает полностью до противоположного да когда мы скачиваем книжку с интернета которая бесплатно которая стоит а у автора 100 рублей поверьте мне мы за нее заплатим в разы больше да как бывает такое что даже и не деньгами тут нужно всегда смотреть вот был вопрос карма ее значение да смотреть на то как вы себя ведете в жизни это осознавать правильность своих поступков да вот у меня сейчас запускается один проект да и мне грубо говоря там предложили сделать так чтобы сократить количество ндс до 20 процентов от стоимости вроде бы как класс я могу здесь сократить сэкономить здесь ну во первых тематика для меня экономии я вообще не люблю это слово во вторых если взять тему того что я пытаюсь что-то утаить а я пытаюсь утаить значит я понимаю прекрасно что я заплачу за это гораздо больше и гурнет ребят я человек честный я делаю все в рамках закона давайте вот как вот надо так и делаем да есть еще такое слово которое я люблю еще с тех времен когда я была в бизнесе жадность ведет к бедности никогда не жалейте и не пытайтесь экономить на том что что-то стоит для вас у всего есть своя цена всего есть своя энергия и то же самое у любого продукта у любого товара есть своя энергия когда мы пытаемся это сэкономить то соответственно мы закрываем себе приход других денег да и мы за это платим очень часто бывает такое что пройдя какой-то тренинг мы начинаем всем направо и налево раздавать информацию вот типа я же за это заплатила я могу поделиться да ты поделишься но у этой информации есть своя цена и когда ты ее кому-то передаешь то по итогу ты все равно как источник передачи заплатишь эти деньги ко второму они придут с других источников в любом случае энергия денег она умная она возвращается она все знает все понимает и приходит в нужное место а тот кто нарушил вот это течение он за это платит надеюсь я объяснила это доступным языком чтобы понять что всегда существует причина и существует следствие если говорить о карме опыта души да уже с точки зрения эзотерики да конечно же наша душа в разных воплощениях а про это уже наверняка все знают и слышали что мы воплощаемся не один раз может извините за слово накосячить да за этом мы расплачиваемся определенными действиями в нашей жизни у меня несколько раз было такое что ко мне приходили на консультацию людей говорили вот накапливаю сумму до определенного момента и в какой-то момент у меня идет слив да то есть я наращиваю сумму финансов своей жизни и у меня опять что-то происходит что-то сливается в нумерологии по дате вашего рождения можно это увидеть и соответственно я открываю в матрицу человека и говорю я все понимаю да тут в принципе душа ростовщика да то есть человек создавал зависимость другим от денег соответственно отрабатываем мы следующих воплощениях и не факт что в одном можно ли это закрыть да можно конечно же я даю рекомендации как это закрывается не нужно воспринимать что я там серебряный шар или в хрустальный сижу смотрю и говорю у тебя карма такая тебе надо вот это нет здесь скажем так нумерология это вот опять же вопрос в чем суть нумерологии нумерология дает ответы на разные вопросы от того как реализоваться где реализоваться как открыть себя в какую сторону двигаться вплоть до того почему я болею да то есть нумерология дает ответы на все вопросы касаемые жизни человека и когда у меня после консультации выходят люди и говорят слушай ты меня прочитала как открытую книгу как будто киты жила со мной всю жизнь не я прочитала просто есть знание об этом я этому обучалась я активно это практикую я активно консультирую то есть в принципе если кому-то что-то интересно узнать как исправить свои жизни но только вы знаете я не не принимаю на консультацию людей которые приходят без запроса а приходят и говорят ну типа расскажи мне что-нибудь обо мне ну а смысл него а вас что-то рассказывать да нужен конкретный запрос что болит и знаете это как к доктору да вы приходите ведь у меня болит здесь вылечите это помогите это вылечить здесь с точки зрения как выправить энергию я всегда подскажу и расскажу то есть простые запросы типа погадай мне я такого не делаю да такие запросы я отказываюсь это вот если взять о нумерологии да вот сегодня я вам дала в посте задание для того чтобы выявить ваши как я говорю любимые убеждения любимые убеждения в нашу любимую головушку садятся вот наш рептильный мозг еще в возрасте 6-7 лет да мы считываем это с окружения с нашего близкого окружения потому что для нас родители на моменте детства это вообще самые величайшие люди и какими бы они не были как мы когда вырастаем и начинаем их в чем-то обвинять нет нельзя родителей ни в чем обвинять они дали вам самое ценное самое важное это вашу жизнь а все остальное это лишь уроки которые мы должны проходить соответственно здесь нужно думать о том что какие убеждения в нас есть знаете как когда общаешься с человеком их очень легко эти убеждения считывать например я в постах когда в комментариях отвечаю когда вижу прямое убеждение человека я даже пишу и и то есть убеждение за пять минут разговора с человеком на ту или иную тему моего я могу вытащить как минимум там 15-20 убеждений о чем-либо да а что есть такое убеждение убеждение это чей-то опыт и мы это приняли за должное да то есть что так и есть так и должно быть все остальное то что у нас нарастает в течение жизни знаете как есть маленькая точка да когда мы снеговика лепим мы начинаем там с маленького комочка да 1 1 1 1 и раскатываем 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 здесь тоже самое если у вас есть убеждение что деньги даются тяжелым трудом и надо пахать вы везде это будете видеть вам почему я говорю наше подсознание нам помогает если там вот в нашем подсознание в нашей рептилии есть убеждение о том что надо пахать чтобы получить она настроена так что она подтверждает вам то что есть там она вам будет показывать на жизненных ситуациях что ваша тетя всю жизнь пашет чтобы заработать денег что там сосед дядя вася всю жизнь пашет чтобы заработать денег там ну кто то еще и денег все время у них мало и то есть соответственно здесь подсознание начинает раскачивать вот это доказательство этому убеждению и потом мы начинаем это проявлять в своей жизни мы идем на работу где нужно пахать чтобы что-то получить и мы переходим на другую работу опять где нам надо пахать чтобы получить да и каждый раз мы себе говорим ну так оно и есть другого не бывает да соответственно каждая каждое наше убеждение подтверждается можно говорить я люблю деньги деньги любят меня из пятки вам убеждение да хрен там деньги зло или это деньги портят а деньги портят а ведь мы имеем одно из ключевых убеждений из детства что ты должен быть хорошей должна быть хорошей должна быть своей должна чтобы тебя принимали а если ты хочешь чтобы тебя принимали ты должна быть хорошей а соответственно если есть убеждение что деньги портят вы поверьте мне никогда не пойдете в эти деньги и не будете действовать и И будет наступать вот этот саботаж, страх, всё что угодно перед действием, чтобы получить это. Потому что есть убеждение, которое опирается на другое убеждение. Под темой убеждений денег всегда есть ключевые темы о вас. Это ключ, да. Можно говорить, там, деньги ко мне липнут, ещё что угодно, там, я там, звезда денег и всё остальное. Например, внутри у вас будет сидеть, что, там, я не знаю, от денег все смерти. А вы же хотите жить, да. Инстинкт самосохранения никто не отменял. И, соответственно, ваше подсознание, рептилия, да, а-ля рептилия, будет выдавать вам сопротивление. Отсюда мы боимся действовать, нам страшно, мы боимся осуждения и т.д. и т.п. Мы найдём миллион сто тысяч подтверждений, почему нам это не делать. Соответственно, помимо того, что вы нашли корневые убеждения, если вы правильно делали это упражнение и отпустили любимый мозг для того, чтобы записать на диктофон всё, что вы думаете о деньгах, поверьте мне, там вылезло что-то и про вас, да. То есть, чтобы работать с темой изменения своих финансов, конечно же, нужно менять убеждения о себе любимой. Если вы себя считаете дурой или вы считаете себя неумёхой, то о каких деньгах вообще может идти речь? Потому что неумёха она в любом случае не умеет зарабатывать деньги. Или неумёха не может быть звездой, ей надо быть серой мышкой. И деньги ей нужно заслужить. Потому что у нас убеждений... Ой, мама моя, вагоны целая тележка. Я с темой убеждений финансов работаю уже несколько лет, ну, я не знаю, 6-7, наверное. И постоянно, периодически я что-то из себя вытаскиваю. Говорите, как научить, там, притянуть достойную работу. Не притяните достойную работу, пока не проработаете тему получения денег. Тему, какая вы, достойны ли вы этой работы. Опять же, что для вас достойная работа? Более высокий доход, более высокий оклад. Может быть, для вас вселенная уготовила что-то грандиозное и в вашей голове вертится. А вы это говорите, нет-нет-нет, я не смогу это сделать. Понимаете, это комплексная работа. Нельзя взять и там сидеть, так, я АУМ, я там хочу притянуть достойную работу, приди ко мне. Да не придет она к вам. И вы не будете размещать объявления, и вы не будете ходить на собеседование, потому что вы не считаете себя достойной. Когда я читаю фразу «достойная работа», я сразу, знаете, немножко напрягаюсь. Я когда общаюсь, допустим, с человеком, я ему сразу задаю вопрос «что для тебя достойная работа?» И достоин ли ты этой работы? То есть здесь очень широкая тема для работы с финансами. Поверьте мне, никакие аффирмации вам не помогут, если вы не начнете расчищать свои завалы в вашей любимой головушке. Не бывает такого, что не придется расчистить это. У всех уровень завалов разный. Когда мы расчищаем какую-то платформу, да, вот знаете, как сняли один пласт, и выходим на более высокий уровень, у нас появляются другие цели, другие желания, мы хотим выше, мы все равно упремся в какой-то некий потолок, который будет актуален для того уровня, который вы расчистили. И нужно еще углубляться, нужно еще идти в это. Это постоянная работа. Не бывает такого, что можно сесть за один раз, сделать практику, прописать, раскачать, я не знаю, там, пошаманить, с метлой побегать, трусы накинуть на светильник. Не сработает это на постоянной основе. Это будет некая, знаете, как... Это археология, да. Вот сняли пласт, хорошо, полегчало, углубились, опять снимаем пласт. Все равно это постоянно. Я реалист, да, я человек, который занимается саморазвитием 15 лет, да, уже больше. И я постоянно нахожусь в состоянии того, что я что-то раскапываю, что-то достаю. Знаете, как саморазвитие, как ремонт, да, который начинается, но никогда не заканчивается, да. Но, поверьте мне, это того стоит, да. Я в свое время приехала в город Москва девочкой, которую никто не знал. Звали никак, как про таких говорят, да, понаехали. Конечно, я не могу себя сейчас причислить к элите Москвы, которые, знаете, есть убеждение коренных москвичей, что к ним понаехали. Да, я вот из тех, которые понаехали, я выстроила свою карьеру, я сделала себя, я ценю это в себе, да. Да, я всегда об этом вспоминаю. То есть, соответственно, здесь сказать, что нет своих дивидендов, есть, поверьте мне, и они классные. Если вы начинаете это делать, это всегда можно изменить. Очень много разных практик, техник, которые даются именно на то, чтобы работать с этим. Есть более глубинные, есть, скажем так, в основном в интернете вы можете найти, ну, что-то некое поверхностное. Увы, бесплатно это не дается, да. Я всегда говорила и буду говорить, деньги любят деньги. Если вы не умеете вкладывать в себя деньги и не идете в это развитие, вы хотите, чтобы они сами к вам пришли, эти деньги пришли, постучали вам в дверь, открыли, а там чемодан, и все хорошо. Не получится ничего. Чтобы перейти с первого на второй уровень финансового развития, надо реально попахать. Так, там был какой-то вопрос, я сейчас вернусь, почитаю. Так, хочу спросить, с мужем год живет, он перестал общаться на меня вниманием, мне его не хватает. Он все время проводит на работе или в машине вечером, кушает и спит, что делать? Ну, конечно, не про деньги вопрос, но я могу вам сказать, влюбитесь в себя. Начните уделять себе внимание, потому что, как правило, когда мы ищем внешнего внимания, да, чтобы нам уделили внимание, обычно его не хватает нам от самих себя. Когда мы его начинаем давать себе в полном объеме, то, поверьте мне, внешний мир начинает делать то же самое. Так, как разбудить активность в мужчине? То же самое, разбудите активность в себе. Мужчины, наши мужчины, наши дети, наши близкие, вот тот называемый первый ближний круг, это самый близкий наш круг зеркала, да, который отражает то, что в нас есть. Если мы себе что-то не позволяем, поверьте мне, мужчина нам ничего этого не дает. Вот, да, как это, насколько попросила, настолько отдала. И говорить о том, что нет, я себе много чего позволяю, я всего хочу, там, иду туда. Ну, может быть, вы хотите и ходите туда. Ну, может быть, вы взяли, как я говорю, бразды правления в своей семье в свои руки и хотите, чтобы мужчина начал действовать. А зачем? Если в доме есть второй мужчина, который может все делать, зачем ему делать? Психология мужчины очень быстро и просто меняется, да. Когда женщина берет всю активность на себя, мужчина превращается в хранителя дивана. И все. Ведь зачем? Зачем бежать за мамонтом, если мамонта и так принесут домой? Зачем там что-то делать, если она и сама и так может, да? Вспомните, когда там мужчина нам пытается что-то помочь на первых порах, там, берет веник и начинает подметать. Она же это так раздражает, он все делает неправильно, криф и в кость. Мы что делаем? Сиди, я сама. Мы забираем этот веник, мы начинаем делать. И что? Вы думаете, он второй раз возьмет веник в руки? Фиг там. Никогда. Зачем? Вы же умеете. Вы не нуждаетесь. Так что, если вы хотите изменить своего мужчины, начинайте менять себя. Влюбиться в себя, полюбить себя, знать свою ценность. Тогда это все возможно. Да, конечно, вопрос не совсем по теме был задан, но раз он задан, я должна на него ответить. Скажи, к какому коучу ты бы порекомендовала пойти учиться на коуча? Знаете как, я никогда не даю кому-то рекламу, потому что у нас у всех разное мировосприятие. То, что хорошо мне, вам может быть не очень. Пробуйте, анализируйте, читайте, слушайте, отзывается, не отзывается. И опять же, коуч, это понятие разное. Я, например, лайф-коуч. Есть бизнес-коучи. Да, коучей много. Так что, чтобы определиться, какого вам коуча порекомендовать, я не буду рекомендовать. Потому что это все-таки ваш выбор и ваша ответственность. Так, вопрос. После того, как подержу деньги в руках, сразу надо мыть руки. Раньше прорабатывала убеждение, деньги грязные. Сами деньги сейчас грязными не считаю. Любую семью. А руки все равно будут. Их же до меня много кто трогал. Запуталась. Это из чувства гигиены или все же работает убеждение? Но начнем с того, что первое, что вам пришло на ум. Если из постановки контекста фразы, то, конечно, все-таки есть еще убеждение. Потому что мы на инстинктивном уровне делаем то, что мы хотим, основываясь на то, что у нас в глубине. Если есть убеждение, что руки грязные от того, что были в руках деньги, вы их будете мыть. Вы же не так часто, наверное, моете руки, если вы просто подержались, допустим, за ложку. Ведь за ложку тоже много кто держится. Согласитесь. Здесь все-таки, когда мне говорят, я это проработала, у меня все с этим классно, я их не считаю, это уже все хорошо. Но если человек выдает эту информацию в фразе, это еще не проработано. Как правило, мы прорабатываем только тогда что-то, когда нас это вообще не волнует и не касается. Мы даже об этом не вспоминаем. То есть не вспоминаем как некий паттерн, да. А здесь еще паттерн того, что деньги грязные. Это работает. Так. Вроде как говорят, что женщина задумывает, мечтает у себя в голове, а мужчина исполняет это. Я задумываюсь, чтобы жить в столице РФ, повышение его по службе и так далее. А муж мне недавно выдает. Хочу вернуться назад, выкупить дачу деда, один из неблагополучных районов. Развести живность, ходить в драной обуви, обливать, поливать огород, в общем отдыхать. Что это может? Это не тот мужчина, с которым мне по пути. Знаете, можно мужчин менять как перчатки. Только вопрос в том, что вы все время будете сталкиваться с одним и тем же. И каждый раз, может быть, даже еще с более подкрученной громкостью, как я говорю. Здесь просто есть яркое отражение того, что вы себе что-то не позволяете, причем конкретно. Здесь есть инфантильность и положение ребенка, что я хочу, чтобы он это сделал. Как дети говорят, мама, да, я хочу. Здесь нет ответственности, что я тоже к этому причастна. И есть у меня желание, о котором я могу сказать своему мужчине, что я хочу жить в Москве, а не в деревне. Что я хочу, и нам было бы классно. Как ты на это смотришь? То есть есть общение, да. Мы, как я говорю, я на него обиделась. Почему обиделась? Да потому что он меня в Крым отвез, а я в Турцию хотела. А ты сказала нет. А как он догадается? Здесь то же самое. Не заявление о своих желаниях миру. И, конечно же, тема ограничений, непозволение себе что-то иметь в своей жизни. Но это если кратко. И мужчина здесь ни при чем. Поверьте мне, человеческая натура устроена так, что мы стараемся перевести, как я говорю, стрелки на кого-то. Это он плохой, а я хороший. Я вот хочу, а он плохой. Надо его поменять. Не стоит это делать. Как одна моя знакомая недавно сказала замечательную фразу, которая меня очень так это вдохновила и зацепила. Материал-то уже исходный есть, уже готовый. С ним-то проще работать, чем взять и поменять материал. Так, вопрос. Можно ли хранить фото умерших родных на видном месте? Вы знаете, я к этому отношусь совершенно безразлично. Я считаю так, что мы есть то, о чем мы думаем. Да, то есть если у меня есть некое убеждение, что это плохо хранить. И, допустим, а мой супруг постоянно там выставляет эти фотографии. Ему это дорого. И я ищу в этом некий подтекст. Помните, да, вначале я сказала, что наше подсознание, а-ля наша рептилия, всегда нам ведет подтверждение того, что есть в нашей жизни. Соответственно, мы это подтверждение получаем, что что-то произошло. Мы связываем это с этим, то, что стоит в фото. Как хотите. Хотите, вы берите. Хотите, не убирайте. Это ваш выбор. Так. Муж пил очень сильно, уходил в запой, не работал в это время, залез в долги. Какие могут быть мои иллюзии, не пойму. Хочется от них избавиться. Знаете, чтобы я вам ответила, какие иллюзии, я должна все-таки с вами общаться. Потому что, да, мужчина, когда начинает пить, он уходит в некие иллюзии. Вообще, любой иллюзорный мир, алкоголизм, наркомания, шапоголизм, все что угодно, да, оно предшествует чему-то, да. То есть, человек зеркалит вам что-то. Тут разные факторы. Как он себя ведет пьяный, да, что у него происходит в жизни. Я не знаю, залез в долги, да, где вы что-то недодаете в жизни, себе, другим. Тут очень сложно дать какую-то рекомендацию. Приходите на консультацию. Как отработать нечестные отношения с деньгами в детстве? Было воровство и выпрашивание денег у знакомых с обещанием отдать, но заранее зная, что не собираешься отдать. Благотворительность. Самое простое. Благотворительность, знаете, она может быть разного рода, да. Я не призываю вас там сейчас кидать направо и налево на все счета деньги, да. Сейчас много всякого разного рода мошенников. Но если вы знаете кого-то, кому нужна помощь, ну, элементарно, да, возьмите там под попечительство бабушку, соседку, да, который вы будете каждый день, там, не знаю, хлеб и молоко приносить, она будет очень вам благодарна. Поверьте мне, эта благодарность будет искренней и настоящей. Можно взять под попечительство, допустим, ну, у нас у всех есть родственники, которым нужна помощь, да. Да, сделайте это что-то на регулярной основе. Основная благотворительность, да, именно помощь именно деньгами. Так. Хочу уточнить такой момент. Я о позитивном знаке. Когда находишься на высоких энергиях и вибрациях, как распознать свои действия правильными? Что значит все делать правильно? Благодарю. Вы знаете, вот честно, я не знаю, что такое делать все правильно. Я не знаю, как определить кому-то свой позитивный знак. Это состояние доверия. Оно вот здесь. Знаки считывает кто? Человек. Кому их показали? Увидеть в этом знак или не увидеть? Это что за человек? Хороший знак или плохой знак? Или вы придумали, что это знак? Это может сделать только человек. Чтобы понять, какой правильный выбор делает, правильный этот знак или неправильный знак, девчонки, ну здесь только доверять себе. Да, будут ошибки. Без них никуда. Но на них мы учимся. На них мы растем. На них мы меняемся. И самое главное, не обвинять себя в том, что неправильный выбор сделали. Что неправильно посчитали это знаком. Что, возможно, это ваша некая иллюзия какая-то была. А может быть, это иллюзия, которая ведет вас к следующему пути развития. Все в нашей жизни опыт. Все в нашей жизни уроки. Только так. Учиться просто жить в этой жизни. Не нужно усложнять себе жизнь. Вот здесь идет усложнение. Как понять, что все правильно? Вот честно, не знаю. Не видела я еще инструкцию в жизни, в которой бы написано было правильно делать вот так. Да, нас в жизни там в детстве учили правильно вот так, вот так, вот так. Опыт показал, что это не всегда правильно. То, что хорошо для одного человека, для другого смерть. Я уже говорила, что мы все разные. У нас все в жизни происходит по-разному. Что у одного мировоззрения такое, у другого такое. Доверяйте себе. Чтобы научиться доверять себя, себе, опять же, повторюсь, влюбитесь в себя. И это не внешнее. Доверяем-то мы не нашему телу, а доверяем-то мы тому, что внутри нас. И к этому нужно приходить. Да, приходить к пониманию, как любить себя. Как принимать себя. Как доверять себе. Ведь единственный человек, который всю жизнь будет с вами рядом. Кто? Напишите мне, пожалуйста. Кто будет единственным рядом с вами? Если не знаете, напишите не знаю. Правильно. Это вы. Вокруг вас будет море людей, которые будут меняться. Сегодня одни и завтра вторые, как я говорю, лодочники. Которые нас по жизни ведут от одного места до другого. Которые помогают нам что-то получить. Ох, миленькая. Муж, вы же, наверное, его уже поставили себе на пьедестал. Вы единственная будете. Именно вы сама. Никто, кроме вас, рядом с вами не будет. Сегодня одни люди, завтра другие, послезавтра третьи. Мы всю жизнь проходим, что рядом с нами кто-то. Знаете, как из пункта А до пункта Б доезжает машина с человеком. Ну или как бы по реке жизни плывем на одной лодке с этим человеком. Соответственно, доходя до этого берега, нужного вам человек остается в этой лодке, своим путем идет. А вы идете дальше. Отсюда у нас по жизни очень часто меняются люди вокруг нас. Ну, если ваш верный пес проживет столько же лет, сколько вам отведено, возможно. Но так я думаю, что это вы. Вопрос денег. Работаю много, оплатила отдых себе и детям. Едем. Мужчина плачевно. Кредитка ждет пополнения за квартиру. Несколько месяцев долг. Квартплата на нем. Я не плачу принципиально. Перед отъездом берет в долг, переплачивая за путевку, чтобы поехать с нами. Не понимая, что происходит на детей, и денег не дает вообще. Вопрос. Первое. Я и муж у вас раздельно, потому что как бы в контексте я прочитала такое, что вы за что-то платите, он за что-то платит, и на детей фразу он денег не дает вообще. Это как? Не знаю, честно, в моем мировосприятии это не укладывается. Соответственно, я могу вам сказать так, что я много работаю, оплатила отдых себе и детям. Что здесь в фразе? Я сама. Я сама все могу. Я покажу ему, какая я крутая. И я принципиально не плачу за что-то. В доме два мужика. Только у одного настоящие, а у другого фаберже, которые звенят под юбкой. Вы уж меня простите, девчонки, но вы хотите получать от них все, и в то же самое время пытаетесь доказать миру, какая вы крутая. А в форме мира это он в первую очередь. И сейчас может быть большое сопротивление тому, что я говорю, но это так. Женщины, которые становятся ясамахой, я таких так называю, да, они живут по принципу, я вырасту, я докажу. Ищите в детстве в своем какой-то некий паттерн, который выработался у вас по отношению к мужчинам. Почему мужчины слабые? Здесь может быть тема с отцом связана, потому что, как правило, непроработанные наши отношения с отцом отображают наши в реальном мире с мужчинами. Так что тема для размышления, я думаю, ясна. Так. Итак, то, что обещала, как проработать технику, которую я давала в посте. Вы выписали свои убеждения. Допустим, деньги грязные. Вам нужно найти как минимум пять подтверждений тому, что это не так. Почему деньги не являются грязными? То есть вам нужно найти противоположное подтверждение. Деньги – зло. С деньгами женщина теряет женственность. Есть такие убеждения. Почему? Вот на примере, допустим, давайте вот сейчас у нас там есть десять минут. Быстренько интерактив. Я задам вопрос, а вы напишите мне ответ. Вот какие у вас есть в вашем окружении, вообще вот, кого вы знаете, женственных, богатых женщин? Напишите, пожалуйста, имена. А я пока отвечу на то, что написано. Наверное, это больше похоже на то, что доказать себе самой может. Обычно сами себе мы это прикрываем, что мы себе доказываем. Предыдущие мои посты можете полистать. Есть такое здоровое и больное эго. Больное эго – это недолюбленный ребенок, который доказывает, как правило, миру, прикрывая тем, что он доказывает себе. Как полюбить себя? Любовь – это чувство, как им можно управлять. Любовью управлять нельзя. Любовь либо есть, знаете, как я говорю, любовь – это как беременность. Она либо есть, либо ее нет. Нельзя себя любить чуть-чуть. Чуть тут люблю, тут не люблю. Вот за этот поступок я себя люблю, ценю, уважаю, вот за этот я себя проклинаю. Это не любовь. Как научиться любить себя, Лен? Да, Елена. Лен, я советую начать найти какого-нибудь ментора себе, да, коуча, тренера, с кем вы будете по жизни идти и менять свое отношение к себе. Это путь не близкий. Здесь нужно пройти все азы от «а» до «я». Да, я в своем годовом практик-клубе даю это девочкам. Девчонки учатся любить себя. И уже на базе этого понимания своей любви к себе, самоценности, позволения себе жить так, как хочется, достигать всех любых целей. Кто-то замуж выходит, кто-то в 40 раз свой доход увеличивает. У каждого свое. Так, хорошо. Пугачева еще. Какие есть мнения, кто богатый и женственный? Анжелика Варум. Хорошо. Подруга Елена. Отлично. Еще. Да, в любом окружении. Вы смотрите близкое окружение. Ну, расширьте свои горизонты. Сколько людей вокруг в мире. Анжелина Джоли. Ну, хорошо. Бузова, Глюкоза. А еще кто? Кого вы считаете сексуальной, женственной, богатой женщиной? Ну, женщина богатая. Угу. Это сначала идет со скрипом. Ты начинаешь сидеть, дубать так. Окей. Бузова. Глюкоза. Угу. Бородина. Угу. Аллегрова. Угу. А потом первые 3-5 идет со скрипом. Поверьте мне, вы на... Да, да, да. Тина Король. Масса. Спасибо, Рима Романова. Спасибо. Да, Дженнифер Лопес. Меньшок. Поверьте мне, этих примеров море. Когда вы находите убеждение, вы находите противоположное подтверждение. И когда в следующий раз в вашей голове вскакивает, срабатывает одно из убеждений корневых, что, допустим, деньги и женственность несовместимы, что ты стоишь мужланкой, да, то, соответственно, у вас что произойдет в жизни? Сразу же начинает работать это убеждение, которое дает вам сопротивление. И вы в себе так, окей, но ведь я знаю, что это не так, да, и вы сразу начинаете всплывать картинкой в вашей голове. Наш мозг мыслит образами. Почему я говорю записать, да? Записали убеждение, записали противоположное. Напишите список из двадцати. И так на каждое убеждение. Деньги портят людей. Хорошо. Напишите противоположно. Где вы знаете людей, не испорченных деньгами? В список. Деньги, там, не знаю, несут войны. Где деньги не несут войны. Деньги, не знаю, там... Слушайте, у меня это даже и в голове не всплывает. Настолько это уже все проработано в моей голове. Нужно пахать, чтобы получить деньги. Напишите противоположное, что не нужно пахать. Какие доказательства? Ведь ваш мозг выработал это убеждение на основе опыта. Он видел, что мама пашет, папа пашет, бабушка, дедушка, тетя, соседка, баба Валя, учительница и так далее. И выработался снежный ком. Есть опыт. И чтобы сформировать новый паттерн, нужно формировать доказательства вашему мозгу. Вы это напишите, а потом вы начнете определять это вокруг себя видеть. Вы увидите девушку в машине, которая проезжает не с мыслью, что она там что-то сделала, чтобы получить эту машину. А вы будете видеть уже в ней, блин, молодец, такая молодая, такая классная тачка. Супер, поддерживаю. То есть вы начнете видеть другие подтверждения. Ваш мозг начинает вырабатывать новый опыт. Старый опыт будет всплывать. Нельзя убрать какой-то паттерн поведения. Тем более, если он выработан годами. Можно только создать новый, более сильный. Все равно периодически старый будет про себя давать знать. Но когда у вас есть уже новый, вы что можете сделать? Задавить старый. И все. То есть только прописать, а потом что? Ну, для начала пропишите. И начинайте видеть в своей жизни подтверждения. Я сейчас только привела пример. Увидели девушку на машине за рулем. И первая мысль, как у нас у многих, что она там что-то сделала, чтобы получить эту машину. Автопилот, работающий у многих. Соответственно, для себя молодец. То есть мысль проскочила, вы ей противоположную. Чтобы доказать своему мозгу. Как научиться экономить деньги? Честно, я против экономии. Я не экономлю. Для меня слово экономия – это из контекста неизобилия. Это из контекста жертвенности. Я учу зарабатывать. Я учу расширять свой финансовый поток. Кстати, на следующей неделе я буду презентовать свой новый курс. Марафон на 21 день. Как изменить свое мышление в сторону денег. Я его назвала «Пароль деньги». 21 день открытого общения со мной в чате. Группового и личного, где я буду на все задания, которые я буду высылать. Это видео задания будут. Буду давать обратную связь. На каждое задание будет несколько дней. Я гарантирую, что вы очень сильно измените свое мировоззрение по отношению к деньгам. Пока я не презентовала курс, я даю, скажем так, для тех, кто смотрит этот эфир и кто будет смотреть его в записи, я даю некий такой карт-бланш, да, акция для вас до презентации курса. Я даю скидку на него 20%. Он будет стоить 2 900, даже меньше, чем средний букет цветов. Не знаю, по крайней мере, я покупаю цветы дорогие, если кому-то дарю, и мне дарят тоже большие букеты. За 2 900 я таких, ну, таких букетов не видела. Ну, средненький букет за 2 900, который даст вам дивидендов гораздо больше, чем этот букет цветов. Вот я даю 20% от этой суммы скидку. То есть, если кому-то интересно, пишите мне в директе. Я скажу, как получить эту скидку и куда оплатить, чтобы участвовать в этом курсе. Курс начнется, точнее, марафон 19 августа. 19 августа – энергия денег. Так что я все всегда делаю не просто так. У меня любой курс приурочен к какому-то энергетическому действию, да, которое влияет на нас. Да, конечно, я постараюсь сохранить эфир, но это больше, наверное, зависит не от меня, а от Инстаграма. То есть, если кому-то интересно получить эту скидку до презентации курса и получить этот курс за 2 390, то, что это даже меньше, чем средний букет цветов. Ну, наверное, даже потребительская корзина продуктовая – это дороже стоит. Соответственно, пишите мне в директ. Я дам реквизиты, куда оплатить, и включу вас в чат. Старт марафона 19 числа. Повтора не будет. Сразу скажу, потому что я туда очень много энергетически вкладываться буду в обратную связь, потому что будет интерактив. Дано задание, ваше переосмысление 1-2 дня, и вы даёте ответы. Я показываю ошибки, куда что неправильно смотрите, как изменить. Соответственно, я не буду учить вас экономить. Слово «экономить» там совсем не будет. Я не буду вас учить сливу денег, которые мы делаем обычно. Многие говорят, вроде деньги есть, и вот так ушли. Мы проработаем тему кредитов, мы проработаем тему долгов, мы закроем все финансовые дыры. То есть это крутой курс будет именно в плане того, чтобы изменить свое отношение к деньгам и увеличить их количество денег в кармане. Поверьте мне, кому-то долги отдают после таких действий, кому-то зарплату повышают, кто-то действовать начинает во внешнем мире. У всех разное. Так что курс будет один раз. Даже в видеоформате я его не буду представлять, потому что в видеоформате, в самостоятельном обучении я не дам обратной связи. Так что это подразумевает именно марафон с обратной связью. Так что он будет идентичным. Повторю я его когда-нибудь или нет, я не знаю, скорее всего нет. Так что, если интересно, пишите. Время на несколько дней у вас есть. По времени 21 день, я же уже сказала. Марафон. Он не 42 километра, а 21 день гораздо меньше и эффективней. Ну, марафон, наверное, вряд ли кто-то из вас бегал, да, 42 километра. А вот марафон 21 день для того, чтобы изменить и наладить порядок в голове в отношении денег, это дорогого стоит. Так что, если интересно, пишите в личку. С удовольствием помогу разобраться с этим. После презентации курса этой акции уже не будет. Акция действует до вторника. Ну, максимум до среды. Скорее всего, во вторник я уже официально объявлю о наборе. Так, девчонки, осталось ровно две минуты. Я всех благодарю вас за то, что вы пришли, поболтали со мной на тему денег, которая, в принципе, я так поняла, волнует очень многих моих подписчиц. Приглашаю вас на этот замечательный марафон, который изменит кардинально вашу жизнь. Поверьте мне, я слов на ветер не бросаю. Все, кто были на моих мероприятиях, знают, что мои мероприятия очень эффективны. Я не теоретик, я практик. Именно эти практики мне когда-то позволили заработать свой первый миллион долларов. А он у меня есть. Окей, люблю вас, мои хорошие. Всем чудесного вечера. Всех обнимаю. Я подстать последней минутой, чтобы сохранился эфир. Всех благодарю. Пока-пока.